Матери украинца Станислава Клых и россиянина Виктора Агеева обратились к президентам двух стран с просьбой помиловать и освободить их сыновей. Видеообращение опубликовала новая газета. Тамара Клых и Светлана Агеева также призывают Путина и Порошенко прекратить войну. Напомню, гражданин Украины Станислав Клых осужден российским судом на 20 лет. Его обвинили в участии в боевых действиях против России во время Первой Чеченской войны, а также в убийстве российских солдат. Клых вину отрицает. Правозащитный центр «Мемориал» признал его политзаключенным. А российский эфрейтор Виктор Агеев сейчас находится в плену в Украине. Он утверждает, что является контрактником и его отправили воевать в самопрозглашенную Луганскую Народную Республику. Москва это отрицает. Власти Украины обвиняют его в терроризме и будут судить. Центробанк России отозвал лицензию у банка «Югра». Ранее там ввели временную администрацию в связи с неустойчивым финансовым положением. В заявлении ЦБ говорится, что «Югра» размещала привлеченные от населения средства в активы неудовлетворительного качества. А свой собственный капитал банк утратил, по мнению ЦБ, финансовое оздоровление невозможно. «Югра» — 30-й по величине Банк России. На его счетах 180 миллиардов рублей. Страховые выплаты вкладчикам будут рекордными в истории России. Власти Израиля снова ограничили доступ мусульман на храмовую гору в Иерусалиме. На пятничную молитву не допустят мужчин моложе 50 лет. Новые меры безопасности приняты после вчерашних столкновений палестинцев с полицией. Ранее израильские власти убрали ограждения, камеры и металлодетекторы. Но начались массовые беспорядки. Полицейских забросали камнями, военные в ответ применили шумовые гранаты. Пострадали более 100 человек. Основатель компании Amazon Джефф Безос ненадолго стал самым богатым человеком в мире. В списке журнала Forbes он обошел основателем Microsoft Билла Гейтса. Состояние обоих миллиардеров примерно одинаковое. Порядка 90 миллиардов долларов. Безос обогнал Билла Гейтса всего на 500 миллионов. Однако уже к середине торгового дня на бирже акции Amazon не на несколько потеряли в цене. И основатель Microsoft вернул свое первое место. Гейтс возглавляет список богатейших людей планеты последние 4 года.